друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что мои хорошие сегодня у меня уже вышел прям по горячим следам мой обзор на сегодняшний киношедевр уралки и сарафана я посмотрела их ролик пораньше на дзене и мой обзор вышел уже где-то в 11 30 утра по москве ну а сейчас я предлагаю вашему вниманию обсудить вчерашний ролик уралки не сразу не весь они не весь ролик конечно же да но поскольку вчера я была выходная на ютубе вот собственно давайте с вами обсудим ну что вчерашний ролик под названием обдугани собираем в отпуск и всем купили обновки ролик друзья мои начинается с того что уралочка опять во всей красе стоит и рассказывает про природу про погоду говорит ой у нас сегодня погода прохладная пишут мне там и не пишите мне что при природу говоришь ну что я говорю про нашу погоду и не вижу в этом ничего зазорного я вот в пальтишке хожу да друзья мои уралочка ходит у нас в пальтишке ну что ж как говорится у каждого какие-то свои заскоки загоны и так далее уралочек рассказывает о том что погода у них изменчивая ну да собственно не только у них на даче говорит сделали все и решили отправиться в екатеринбург поедем поедем говорит у нас сегодня день выходного дня о как завернула да выходной от выходного друзья мои бывает и такое но и в начале она сказала о том что да сначала в начале июня обдушка у них уезжает сказала причем об этом уралочка довольная счастливая улыбка сияла на ее лице видимо уже спит и видит как отправит обдушку одного туда домой в кишлак а сами с сарафаном смогут спокойно здесь жить наслаждаться жизнью и собственно да ну знать что не надо им ни за кого больше отвечать далее друзья мои приехали они на картинг уралочка стоит смеется похихикивает на обдушку напялили шлем а также одели его в костюм да уралочка говорит ой костюмчик то впору нашли костюмец ему да уралочка на тебя бы такой костюмец банифик нашли на себя бы размерчик в сто процентов не нашлось и тут уралочка серьезным лицом говорит сафарчик а ты дай какой нибудь обдугани напутствие да да друзья мои вы не ослышались не совет а именно напутствие как кататься друзья мои на машинках гоночных представляете да газовать говорит ему или не газовать ну да друзья мои ведь сарафан такой специалист рассказывать и давать раздавать советы об душе где газовать а где не газовать далее засекли время видимо специально не доверяют мало ли обману скажут нифига себе а вдруг что-то что-то пойдет не так ну и что не успел обдушка усесться как тут же смотрю это пара гнидых засмеялась горит ха 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 сразу же заглох вот мне просто интересно а что в этом такого смешного но заглох обдушка и заглох знаете такое впечатление что у них там хейтеры обдугани это как раз таки уралка и сарафан то они его выставляют в неприглядном виде для всех на просторах ютуба да то показывают его тогда когда он не умеет есть не умеет себя вести за столом и так далее то начинает тут же над ним смеяться уралочка хотелось бы посмотреть на вас сарафаном как бы вы на этих машинках да как бы вы а собственно как раз таки катались вот очень было бы интересно за этим понаблюдать но мы прекрасно понимаем что вы бы туда просто не сели вот просто бы не сели ты бы не смогла по по своим так скажем способностям и возможностям да но в любом случае далее друзья мои уралочка с сарафаном успели еще одним глазиком понаблюдать за а значит как раз таки вела пробегом и говорит ой а у нас то и нет велосипеда а так бы сафарчик ты бы сел на велосипед а я бы села бы на багажник уралочка для того чтобы ты уселась на багажник тебе надо багажник сделать под твой пердак такой огромный что мама не горю и потом тогда на сиденье надо было бы посадить несколько человек чтобы багажник не перевесил как раз таки весь велосипед в общем ребята представила себе эту картину маслом как они едут на велосипеде да ой я говорит опять сижу тут загораю да нет уралочка как я тебе всегда говорю ты сидишь и подпираешь что нибудь потому что стоять ты не в состоянии тебе надо обязательно куда-нибудь присесть ну а далее друзья мои уралочка ой закончились закончились значит вот эти вот как раз таки и катание обдугани друзья мои на картах да и уралочка начала так тяжело пыхтеть прямо идет к торговому центру и пыхтит знаете такое впечатление что обдушка ездил на гоночных машинках а уралка бежала друзья мои сзади на своих двоих за обдугани далее далее зашли они в магазин как всегда друзья мои в эконом маркет да там покупают всегда все для обдушки это сарафану нужна хорошая обувка ну а обдушки сойдет и за три копейки всякое разное резиновое говно ну и уралочка говорит ну да мери мери у вас есть обдугани один размер ну да друзья мои представляете обдугани уже папашку обогнал у абду уже размер ноги такой же как у папани в общем да все понятно как говорится далее далее обдугани начал присматривать сумочки уралочка говорит а тебе-то зачем женские сумочки но возможно друзья мои я согласна со зрителями которые писали по поводу того что может быть обдугани он же да собирается ехать к себе туда в кишлак возможно он присматривал подарки все-таки для мамы присматривал подарки для своей сестры хотел что-то так скажем привести возможно им туда в подарок но друзья мои уралочка этих моментов не оценила она даже подумать не могла что обдушка мог там про кого-то вспомнить из своих родных и уралочка сама начала закидывать на плечо сумочки и говорит а чё надо мне какую-то новую сумочку себе прикупить маленькую а то в этой своей огромный ничего не найдешь уралочка какая же ты у меня дрессированная хомячка вот ты самый настоящий дрессированный мой хомяк вот настоящий настоящий ребята представляете вот что не скажу все уралочка исполняет всякий раз глядя на ее вот этот обаул на ее авоську галинка малинка ей говорила на кой черт вы таскаете этот баул когда у вас есть машина зачем забивать сумку всякой билибердой и потом мужику таскать эту сумку но это некрасиво смотрится даже со стороны я говорила купи себе какую-нибудь сумочку поменьше если ты ездишь в машине зачем тебе огромный баул и вот друзья мои уралочка таки решилась представляете послушала меня как всегда и решилась приобрести маленькую такую сумочку уралочка тебе такая маленькая сумочка конечно она через плечо через плечо ее хочу через плечо а сама постоянно друзья мои вешала эту сумку уже знаете вот так вот через шеи вот так вот ее запрокидывала да уралка ну куда ты ее так вешаешь ну так вешать ее может ну женщина явно не твоей комплекции уралочка что ты делаешь ты вот когда перекидываешь через шею через плечо вот так вот эту сумочку маленькую которая на такой на большой тебе теряется такое впечатление создается что-то накинула какую-то удавку и сейчас сама себя придушишь ненароком понимаешь да вот помните как был фильм советский такой старый старый анна на шее я помню я смотрел мне так этот фильм почему-то нравился вот да ну нравился фильм и вот уралка друзья мои тоже решила быть знаете как это на шее да вот себя я не знаю то ли как повеситься решила то ли еще что-то это комично смотрелось со стороны вот это перекидывает да вот это вот на шее у нее все болтается причем когда она перекинула себе первый раз вот эту вот сумочку она выглядела как этот почтальон печкин ребят причем у нее вот этот вот вот эта сумочка маленькая такая малюхосенькая малюсенькая оказалась прям подмыхой подмышкой уралочка такого быть вообще не должно ты понимаешь ремешок должен быть свободный и он должен быть гораздо ниже понимаешь но мы это прекрасно понимаем что у нее не получится по той простой причине потому что она сама огромная и он на ней прямо вот это вот все потерялось на гритой я не знаю то ли ремесек маловат или я а большая о как друзья мои уралочка да ты что ты же себя величала и называла исключительно шикарной женщиной какая же ты большая ну как ты могла такое подумать ты что это же ты когда обсуждаешь других девушек других женщин которые весят семьдесят там восемьдесят кг ты говоришь ой да они не такие уж и маленькие ребят представляете тетка которая весит двести двести двадцать кг говорит про 70 килограммовую девушку или восьмидесяти килограммовую да она уж и не такая и маленькая я когда это увидела первый раз я подумала что может быть у меня знаете что то я плохо слышу может быть не послышалось я никогда не думала что слон бегемот друзья мои да гибрид слона с бегемотом кит самый настоящий да самый вообще большой кит ребята может обсуждать того кто выглядит абсолютно нормально представляете и говорить да она не такая уж и маленькая человек который три раза меньше тебя он в любом случае уже маленький да и потом вот в моем понимании вес семьдесят восемьдесят кг это абсолютно нормальный вес для женщины абсолютно нормальный вес так кто-то весит 100 кто-то весит там 60 кто-то весит 50 все весят по-разному но если бы сама уралка весила 70 80 килограмм друзья мои про нее бы никогда никто про ее вес даже слова кривого бы не сказал понимаете а то как-то странно получается я говорю вот у них всегда во всем двойные стандарты да они видят перед собой девушку которая весит абсолютно нормально и говорят нет да она и не маленькая а сами да за 150 за 200 кг они маленькие они шикарные такие ну так на минуточку в общем друзья мои да да я честно я была в шоке когда вот этот момент уралочки услышала да и обсуждение ее другого человека я думаю да вот уж действительно вот уж действительно правда знаете вот вот правда с головой не не все в порядке вот кукугриня да аля улюгани гусей вот это точно болезнь по голове вот знаете я бы не удивилась если бы ей действительно инвалидность бы дали по голове вот такая вот знаете вот она сама по себе ебанько из сказки морозка короче друзья мои ходит себе ищет как повесит себе знаете как будто действительно повесилась на этой удавке на этой сумочке даже не понимает что она смотрится комично когда она перекидывает ее через вот так вот шею через плечо на уралка но не идет тебе ну возьми ты нормальную сумочку просто небольшую дамскую сумочку хотя бы какую-нибудь в руку да ну или какой-нибудь пусть маленькая сумочка но в руке ее носи я не знаю в руке ребят маленькую сумочку можно носить в руке не обязательно ее цеплять через себя опять же согласитесь да но если она тебе так нужна если она тебе вообще не нужна зачем ты вообще с ней прешься оставь все свои причин дала необходимое в машине и иди себе спокойно чтобы у тебя вообще в руках ничего не было зачем тебе тогда что-то таскать честно вообще не понимаю вот вообще не понимаю да смешно правда смешно то ходила с авоськой с огромной вообще с ужасного цвета авоськой теперь вот эту вот сумочку пытается на себя напялить хорошо хочу не повесилась на этой на этом ремне и как говорится и на том спасибо хотя наверное сарафан бы обрадовался был бы счастлив и доволен в общем друзья мои обдушку в скором времени отправляет уже отправляют в кишлаг видно приедет и уже все забудет хотя не факт что вернется